При поддержке сайта TotalMMA.ru для тех, кто в теме. 24 апреля Атлетическая комиссия штата Невада отказала в лицензии Алистара Овериму и отстранила его от боев на 9 месяцев. Алистар не делал публичных заявлений до этого дня. С нами Алистар Оверим в прямом эфире из Флориды. Алистар, спасибо за уделенное время. Первый вопрос. Ты сохранял молчание по поводу отстранения до сегодняшнего дня. Что бы ты хотел нам сказать? Я вернулся. Как вы знаете, мой тест оказался положительным, хотя я даже не знал, что могло спровоцировать это. Я не хотел говорить о том, чего не знаю. Мы исследовали еще раз эту проблему, чтобы понять, как так вышло. Как я уже говорил, это было сюрпризом для меня. Ко времени заседания мы провели анализ ситуации, чтобы попытаться объяснить это комиссией. Если ты станешь отвечать на все вопросы прессы, тебе это ничем не поможет. Особенно, если ты не знаешь, о чем говоришь. Я не думаю, что это было бы здравой идеей. Так что мы сохраняли молчание, провели свое расследование и попытались объяснить все комиссии. А теперь, как ты оправдаешь перед людьми отношение 14 к 1 твоего тестостерона к эпитестостерону? Как я уже говорил, комиссии, бой произошел из-за лечения, которое мне выписал мой доктор для того, чтобы залечить травму. Это спровоцировало такой скачок. Я сделал это, взял на себя ответственность. Меня отстранили от титульного боя, и чтобы убедить комиссию в том, что я чистый боец, я согласился проходить незапланированные тестирования. Дэйна Уайт воспринял это серьезно. В апреле он сказал что-то урал ему. Говорил ли ты с ним лично с того момента? Нет, лично я с ним не разговаривал. Он занятой человек, он управляет компанией, заботится о бизнесе. Я уважаю его и готов своими поступками убедить его в том, что я чистый боец. Я буду проходить эти допинг-тестирования. Алистар, это Кенни Флориан. Какие изменения ты внес в свой лагерь, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет? Теперь у нас намного более квалифицированные медработники, которые дают правильные советы. Дома в Голландии у меня этого не было. Они мне отлично помогают. И я уверен, что такая ситуация больше не повторится. Недавно в Твиттере ты написал, что по собственному желанию прошел очередной допинг-тест. Чего ты пытаешься добиться этим путем? Я хочу показать миру, что я чистый боец. Я буду проходить допинг-тесты регулярно, так как один тест ничего не значит. Я буду проходить их каждые 3-4 недели. Их будут изучать. Здесь нет подвоха. Я не знаю этих людей. Каждый раз это будут разные специалисты. Я надеюсь доказать миру, что я чистый боец. Своим фанатам, себе самому, окружающим, комиссии. Я вернусь и буду готов драться за титул в UFC. В прессе много критики в твой адрес. Тебе не кажется, что отношение к тебе фанатов и масс-медиа несправедливо? Честно говоря, я особо не обращаю на это внимания. Хорошие или плохие новости. Я просто стараюсь не обращать на это внимания. Я сфокусирован на тренировках, на всех своих делах. Всегда ходят какие-то разговоры, но в последние несколько месяцев я был очень занят, и поэтому стараюсь думать о том, что важно. Я думаю, такое отношение немного несправедливо, но я знаю, что меня продолжают поддерживать мои фанаты, и я хотел бы поблагодарить их за это. Мне приходит много сообщений от людей со всех концов света, которые пишут, что ждут моего возвращения. Парни, я занимаюсь каждый день, тренируюсь по полной программе ежедневно, чтобы продолжать развиваться. Когда я вернусь, надеюсь, это случится в декабре в бои за титул, я покажу всему миру, что я номер один. Ты сказал, что думаешь, выступили в декабре. Ты уверен, что сможешь сразу получить бой? После слушания комиссия сказала, что для меня не должно быть проблемой получить лицензию на бой после окончания девяти месяцев отстранения. Я уверен, что смогу получить лицензию, а там будет видно. Кажется, ты двигаешься в правильном направлении. С кем бы ты хотел встретиться по возвращении? Для меня не имеет значения, с кем мне придется драться. Я хотел бы драться за титул, пояс UFC является моей главной целью. Тогда я бы заполучил все титулы в мире. Я бы хотел встретиться с Дос Сантосом, потому что я думаю, мы бы показали отличный бой. А это то, что хотят видеть фанаты. Алистар, считаешь ли ты, что заслуживаешь бой против чемпиона, когда закончится твое отстранение? Я думаю, что заслуживаю этот бой, так как считаю себя лучшим тяжеловесом в мире. Но не мне это решать. Господа из UFC все продумают. Это зависит от травм, потому что если кто-то будет травмирован, бой не сможет состояться. Конечно, я считаю, что заслужил этот бой, и что я номер один. Но не я принимаю решение. Алистар, спасибо за уделенное время. Желаем тебе удачи и надеемся скоро увидеть тебя в октагоне. Спасибо. С вами был Герман Олегович. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, чтобы первыми видеть все мои новые работы. Всем спасибо.